Всем привет, дорогие друзья! С вами Сова Ромаха. И сегодня я решился все-таки поотвечать на ваши вопросы, которые вас давно беспокоят. Чтобы не было такой монотонности смотря меня, чтобы что-то там отвлекало вас, вот такой вот фон какого-то из стримов, не помню уже, недавно было, в общем, будет на фоне, неважно. Приготовьтесь, разговор будет долгий, минуты так на 15. Пока так, если тема зайдет, то в дальнейшем будем так и проводить дальше наши общения, то есть мои ответы, мои прогнозы на будущее, что мы будем делать и так далее. Так, ну что ж, приступим. Главные вопросы, которые нас волнуют, я уже как-то спрашивал, спрашивали, вот пойду по вопросам, да, вот недавно было. Ромаха, как жизнь? Вообще жизнь замечательная, все хорошо, проблем особых не вижу, все выравнивается, есть какие-то планы, на исполнение которых, ну, в данный момент они затруднительны, но мы к этому идем, то есть это все возможно и все это исполнимо. Дальше. Почему выбрал SLI именно Lightning? Двух Lightning, ну, для тех, кто не в курсе. Lightning, это видеокарта от компании MSI 980Ti. Почему сделал SLI? Ну, в прошлом году, помнится, я себе приобретал одну видеокарту. Я использовал ее именно для стримов, до сих пор использую, офигенская карта. И так случилось, что появилась возможность мне еще, как бы, поставить вторую, такую же. Очень хороший человек, решил поделиться своей картой. Спасибо огромное. Если ты меня слышишь, ты... Не будем раскрывать личности, он сам знает, он сам понял. Спасибо тебе еще раз огромное за такой подгон босяцкий. В дальнейшем, то есть, я планирую поставить 1080Ti от MSI. Не знаю пока, как буду брать в кредит или подожду. Ну, если что, я надеюсь, что зрители мне хоть как-то помогут, хоть копеечка, хоть так, если будет не хватать, друг. Ну, или на крайняк, как всегда, я буду клянчить, да-да, я буду, как всегда, с протянутой рукой. Ну, а это другая история, мы к этому потом вернемся. Так, какие планы на прохождение? Вот это, кстати, очень хороший вопрос, я сейчас прочитал. Вообще, планов очень много, насыщенные и, как вам сказать, ну, в общем, пройти хочется много чего. У нас с вами загашники все еще Ghost Recon Violence, в котором мы будем продолжать играть в нашем кооперативе вместе с Тимуром и Станиславом, если у нас будет попадать именно время. А дальше у нас ждет прохождение от Telltale, это Бродячие Мертвецы, Валькин Дед, ваш любимый. Четвертый и пятый эпизод, как выйдут, так мы будем дальше проходить. А последнюю очередь, ну, что из Telltale, что я еще хочу пройти, это вот две игры. Это Borderlands от Telltale, в той же истории. И новое вот то, что выходит в Стражи Галактики. Но это, блин, это мне интересно даже посмотреть, потому что я сам фильм смотрел, ну, посмотрим, что нам предложит. Также у нас будет Outlast 2, который, ну, вы же понимаете, я еще тот садист. Хоть я и, честно признаюсь, очень побаиваюсь периодически хорроров. Ну, так, такой вот я слабый человек. Я вот через силу пытаюсь проходить, показывая мужество, на самом деле, ручки дребезжат. Но все равно Outlast будет пройден, с криками и ссорами, но будем с вами играть. А дальше Little Night Mars. Вроде как интересно выглядит, тоже такая вот стелс, стелс, блядь. Короче, там есть стелс. Если хотите, наберите Little Night Mars, поймете, очень интересная вещичка, хочу поиграть. Очень специфичный фон, очень специфично выглядит. И, на самом деле, мне она понравилась именно стилизацией. То есть, такая сумасшедшая игра, что я не могу ее упустить. Кстати, у нас еще в планах есть Prey, который выйдет 5 мая, если я не ошибаюсь, если мне память меня не обманывает. Вот. Ну и дальше по проектам. Хотел бы вам напомнить то, что все, что вы мне скидываете, оно уходит на покупки новых игр. Я себе уже давным-давно ничего не беру. Спасибо, вы меня освободили от такой возможности, как покупать игры. Я теперь покупаю только благодаря вам. Ну, если где-то что-то не хватает, то я уже добираю сам. Но, по большей степени, я уже чувствую немножко руки свободные. То есть, помогайте. Спасибо огромное каждому из вас. Не буду говорить отдельно, вы и так знаете. Тут, знаете, с мира по копейке. И будет счастье в каждом. Потому что, ну, спасибо. Спасибо вам всем огромное. И еще раз повторю, потому что ваша поддержка, ну, кто же меня еще поддержит в нашем творчестве? Поддержит в моем страдании, как не мои любимые зрители. Так. Какие планы на будущее? Новые есть ли рубрики? Вот по рубрикам я еще пока не определился. В принципе, есть у нас, у меня в раздумье парочка идей. Очень хороших. Players Unknown я пока не знаю, потому что нет возможности ее приобрести. Я играл бетку, а бетка показала себя отвратительно. Потому что плохая оптимизация. Очень бедно с лутом. Плохо, плохо было на бете. Мне не понравилось. И что-то как-то вот, хоть и зовут, а попробуй поиграй. Испорченное первоначальное мнение. Ну, если получится, то я, наверное, возьму. Но это не ближайшие там недели. То есть я как получится, как поднакопится копеечка, я тогда и возьму. Потому что сейчас много напокупал игр. Плюсом уже на предзаказы. Все как полагается. Там где-то около, где-то около, по-моему, 6 или 7 тысяч уже ушло. Просто только на игры, блядь. Я никому никогда не думал, что никогда, точнее, не думал, что я буду тратить. Я был раньше заядлым пиратом, да. Я признаюсь, я был пиратом. А сейчас такое время пошло, что мне невыгодно это делать в связи с тем, что хочется поиграть в лицензию. Некоторые игры действительно достойны внимания, и я без этого не могу. Так, а какие планы? Так, я уже смотрю. Рубрики, рубрики, рубрики. Но вот рубрики я не знаю пока. Вот честно, я боюсь сказать там, что именно. Ну, будем придумывать, будем придумывать какие-то кооперативчики, если будет выходить. А с Катюшей будем играть, со всеми остальными стримерами. То есть, как получится. То есть, буду стараться. Я вижу, вам Джофф не очень нравится, и то, что я с ним участвую. Но, понимаете, я как бы сам не горю желанием. Вот я вот про единственного противоречивого стримера могу только сказать, что Костян... К Костяну хочется идти, но, блин, у него много слишком хейта. У него своя атмосфера, мне немножко некомфортно. Это, к слову, почему я не хожу. Вот. Это просто единственное, потому что у меня вот два или три человека уже спрашивали, когда там стрим Джоу и так далее. Я уже сказал, что атмосфера не та, которой я хотел бы. Слишком какая-то серьезная, что ли. Так, тут вопрос на миллиард. Ладно, спрошу для новых зрителей. Я понимаю, что каждый раз, когда я отвечаю на вопросы, у меня количество зрителей растет, и некоторые даже не знают о том, что я до этого еще отвечал на вопросы. Ладно, повторюсь. Как я познакомился с Десертоном? С Кирюгой познакомился... Почнее, нас познакомил Серега когда-то. Кто помнит, я с Серегой тоже очень интересно познакомился. Он тогда еще играл с девушками в танки, он создавал роты. Что-то такое там мутил. Вот. Ну и что-то как-то завертелось, заговорилось тогда еще. Я вот, можете с Серегиной стримы посмотреть про вот эти вот бои командные, по-моему, даже были. Женские какие-то. Я не помню, короче, как это называлось. Там еще у меня микрофон был такой, а у меня было еле-еле слышно. Там что-то пискляво еще, знаете, такой стесняша-няша и все дела. Ну, как же я могу? А то еще дядя Сережа скажет, что я плохой и так далее. Ну, в общем, так и познакомились. Получается, Серега как-то позвал, сидели, пообщались. А потом пошли в Dead Island Epidemic как-то. В конфе сидели вообще, типа, был вопрос, кто пойдет в Epidemic. Ну, и, в общем, пошли, поиграли, поржали, повеселились. И как-то так пошло. Как катка за каткой, стрим за стримом. И, в общем-то, познакомились. К Хмельникам познакомились примерно так же. Мой тезка, так же Роман. Если кому интересно, Хмельника зовут тоже Роман. С ним у нас иногда сложно, точнее у людей некоторые иногда сложности. Когда говорят Рома, и я тут, у нас тут двое. Когда пытаются еще и по отчеству пробить. Абсолютная копия. Какая копия, кстати, какое отчество. Можете попробовать отгадать в комментариях. Будет интересно, кто отгадает. К Хмельникам так и познакомились. Он пришел в клан Изит когда-то. Когда мы создавали с Максимом. Кто помнит, здоровенный ствол. Вот, перешел я оттуда с Вайнов в свое время. Ну, и он был один из первых игроков, которые были в клане. Так мы и познакомились, так мы и сдружились. Как-то попробовали покататься, поржали. И понял, что человек хороший. Да и до сих пор такое уже мнение, как и о всех, с кем я играю. Ну, и в принципе, он до сих пор с нами. И я думаю, наше общение с ним продолжится еще далеко. Далеко в будущее можно смотреть. Так что все хорошо. Так, как ты планируешь ли сделать марафон? Ну, или что-то подобное, как мы проводили раньше. Ребят, не могу я проводить марафон. Вот честно вам скажу, я слабый. Я не могу перед компьютером сидеть больше, больше где-то 10 часов. 10 максимум. Это мы с Мельником заживали. Сколько там играли? Мы играли 7 часов, потом 4 или 5 часов поспали, потом еще 8 поиграли. Это был предел. Максимально, что я играл 22 часа. Я тогда чуть не помер от того, что ну реально тяжело. Реально большая нагрузка. Мне не одолеть это. Я не хочу так страдать, потому что это реально тяжко. Притом соваться еще в, знаете, таком, в отличном состоянии, в отличном настроении. 24 часа дня. Единственное, что я могу предложить, это потом в 12 часов попробовать, как сыграть. Только единственное но. С самыми правилами Ютуба появилась такая вещь, как... Как вам объяснить это, чтобы вы поняли. В общем, у Ютуба есть правило. Если ты стримишь в 2К, то твой стрим не может быть больше, чем 4 часа. То есть это предел для 2К. После 2 часов запись не сохранится. То есть можно только, условно говоря, сделать стрим и запись одновременно. Вот только один единственный вариант. А стрим будет просто отваливаться. Его или вырвет кусок. Как у нас с Horizon 2 часть, там 2 минуты по-прежнему. Когда Ютуб не вернет оставшиеся, сколько там, 4 часа почти. Пес его знает. Ну, сложно, сложно. Ну, будет желание, как-то дай в допру до этого состояния. Я обязательно попробую еще. Когда уроки украинского или караоке? Ну, караоке, слушайте, это надо дух души. Точнее, звук души, я бы сказал бы. Или там, муза должна укусить за плечо. Не знаю, что должно случиться. Как в прошлый раз. Потому что что-то переломилось в душе. И такой решил что-то погрустить. Ну, и грусть перетекла в желание попеть. Ну, и, в общем-то, вы помните, чем это закончилось. Почти 5 часов я задевался только одним пением. Певец из меня плохой. Хоть и какие-то намеки в детстве подавались. А сейчас уже далеко не детство. Где мои 18 лет? Ну, к сожалению, это отвалилось. К сожалению, шансов на это уже тем меньше. Насчет украинского и уроков украинского. Ну, слушайте. Это мне должны помочь мои два прекрасных человечка. Это Катюшка и Хмельник. Они когда-то допробовали. Они тогда на мной посмеялись, подшутили. Ну, в целом, то есть, получу забавно. Можно будет как-то повторить. Пока сейчас таких желаний особо нет. Не знаю, что-то как-то позорится дважды. Но оно, блин, тяжко, тяжко. Так. Ты не рассказывал жизнь без стримов. Слушайте, да, обычно бытовая жизнь, как у всех. Там прогулки, гулянки с друзьями. То есть, все как у всех. Работа. То есть, все монотонно, однообразно. Единственное, что это крутится и вертится, это стримы. Дальше углубляться, что именно происходит. На самом деле, ребят, не хотелось бы, потому что личная жизнь должна основаться личной жизнью. То есть, вы сами должны понимать. Как успехи на работе? Ну, туда же. То есть, все хорошо. К сожалению, для тех, кто хочет меня еще потроллить насчет роба, когда ты мне вытащишь там на станке. Я вас глубочайшим образом, наверное, огорчу. Но я уже как полгода не работаю на станках. Ничем, ну, как бы где-то рядышком нахожусь с этими станками. Но уже отошел от этого дела. Сейчас занимаюсь немножко в другой сфере. Ну, в целом, все. Юморная часть закончилась на этом. Далее пойдем по вопросам, что тут еще было. Когда танки... А, самый главный вопрос мне понравился, я вот читал. Так, когда угарные стримы будут типа как раньше были? Вот, ребят, вот насчет вот этого вопроса у меня просто корежит изнутри. А как понимать, как было раньше? Ну, понимание было раньше... Знаете, это как говорить, раньше было лучше. Ну, понимаете, я же человек, я же должен расти же, ну, как бы, как личностная сторона. То есть, я же не могу оставаться на одном уровне, да? Если вот, допустим, это сравнимо с тем, что вот вы мне скажете, давай расскажи анекдот, а я тебе расскажу анекдот. И потом еще раз его повторю. Ну, на второй раз уже он уже будет не такой смешной. Вот я пытаюсь, да, сделать что-то, освежать, какие-то что-то придумать. Но это не всегда возможно. Я же не комик, я же не комедиант, никогда на этим не славился. Стараюсь что-то выжимать, стараюсь, пытаюсь. Ну, если получается хорошо, а не получается, ну, что я могу из себя сделать? Я такой вот человек случай, не больше. Ну, получилось, хорошо, не получилось, ну, ладно. Так, теперь по поводу двух ваших, да нет, даже сразу трех ваших любимых вопросов. Роба, когда герой генерала? Герои генерала, к сожалению, не будут, в связи с тем, что в эту игру уже давно и недавно никто не хочет играть. Ну, честно, это батла для бедных. Я уже понял для себя, что в этой игре слишком много доната, случайностей, маленьких недоработок, как и больших. Как вот та кнопка «выйти и выйти», да, помните меню, где надо было, где вариант-то «выход» и «выход». И ты отгадываешь, выход это, в смысле, выход из катки или выход на рабочий стол? Вот они одинаково были написаны, помню, как сейчас, «выход-выход». К сожалению, моя компания, ребят, не хочет в неё играть, компания Кирилла тоже никто не хочет. Ну, а самому в солянку туда идти не горю желанием, вы уж меня простите. По поводу «Сталкера». «Сталкера» я играть ещё раз повторю, не буду. Объясню, чем. Чтобы не обидеть фанатов «Сталкера», сейчас скажу прямо. Игра морально устарела. В ней вы ничего нового не увидите. Нового контента там нет. Нет, эту игру уже, как он сказал, отполировало столько человек, что даже глупо туда лезть. Я не полезу, потому что, первое, морально она устарела для меня. Это вот первое. Подумайте, что ей пальца не хватает. Первое, это морально устарела. Второе, история меня не привлекает ни разу. Неинтересна мне она, вообще неинтересна. Третье, я не фанат выживалок вот такого формата. То есть, ну, и вникать в это заново, позориться перед людьми. Это как вот пойти снова в Skyrim играть, да, то же самое, сказал. За свитки эти. То же самое. То есть, фанатам я просто наплюю в душу, показав то, что я полный ракал и днища. Играть в это я не умею. Я не знаю лора, я не знаю предыстории, я не знаю ничего о персонале. Я просто полный ноль. И лезть туда, это как, знаете, стримить означает Майнкрафт. То же самое. То есть, фанаты просто будут обысывать стройки такой, что можно стены пробивать. А я, к сожалению, не хочу лезть в фан-сектор, где люди уже, как сказать, портить им впечатление от их любимой игры, от человека, который далек от этого. Я поиграю во что-то новое. Я поиграю в то, что было мне знакомо на первых этапах моего... Когда я только начинал стримить, скажем прямо. Вот это мне будет действительно вам интересно рассказать. Об этом я знаю. Это я что-то проходил. Это будет даже забавно, с какой стороны перепросить. Ну, уже много лет. Некоторые игры я уже сколько там... Я смотрю, 17-й год. Лет 19 назад. Я в 98-м или 97-м начал только на компьютер, вообще компьютерами интересоваться. То есть, это уже давным-давно. Тот уже успел школу закончить за это время, пока я тут все это узнавал. А, к сожалению, возвращаться к этому моменту я, наверное, уже не вижу смысла. Я просто не хочу обижать фанатов серии. Да, там, ну, они считают, что это эпик, это интересно. Пожалуйста. Я не имею ничего против. Но я всупаться в эту игру и в подобной серии не верю желанием. Потому что, ну, морально незачем. То есть, я, наверное, надеюсь, понятно объясняю. Без всяких проблем. Вопрос был еще, когда нарезочки. Вот, на самом деле, самый интересный момент. Мы пришли к нему, как бы, объясню почему. Еще недавно нарезкой занимался Димка у нас. Ну, Black Fox, кто не знает. Вот он занимался раньше нарезочками. В связи с тем, что Димка сейчас очень сильно занят. Ну, работа, лично жизнь и так далее. То есть, он перестал этим заниматься вообще. То есть, сколько я не пытался до него достучаться. Димка говорит, что будет-будет, но я подозреваю, что уже не будет. Если, Димка, ты это смотришь, что, знай, я немножко устал жить на завтраках. И по-братски ты должен понять, что надо как-то двигаться дальше. Если, ну, я хотел вам сделать маленькое только предложение. Для тех, кто умеет, для тех, кто толково занимается. Если ты... Я сейчас обращаюсь к тебе, мой дорогой зритель. Если ты умеешь заниматься, ну, точнее, хоть немного, ну, как, умеешь талант. Искать хорошие, веселые моменты в стримах. И особенно, если ты еще умеешь это обработать интересно. То я могу тебе предложить интересную такую задумку. Ты можешь это попробовать сделать нарезку. И отправить ее в личное сообщение в группе. В ВК нашей. Я посмотрю. Если все хорошо и очень классно и зачетно получилось. Вопросов нет. В дальнейшем твой канал будет добавляться в аннотации. То есть ты, условно говоря, тебе буду знать. Если как-то кто-то заинтересуется и так далее. То есть какая-то своя слава у тебя будет. То есть это вот, к слову говоря. Потому что сам нарезку я, честно говоря, просто не успеваю. У меня нет столько свободного времени, чтобы делать нарезочки. Потому что это очень долгий процесс. Тем более, что я вот по большей степени, косяк даже не во времени, а в моем неумении редактировать или вот этим всем заниматься. Потому что я полный, как бы себя так обидеть, чтобы было не столь обидно. Но в общем, я не такой специалист, как хотелось бы на самом деле. Так что, если есть желание, то, пожалуйста, я посмотрю, рассмотрю. И будет интересно узнать, узнать, ну, есть ли у нас таланты в моей группе, ну и на канале в целом. Так, я еще посмотрю, что-то у нас есть. А, когда будет шоу «Мальчики против девочки»? Кстати, старое. Один из вариантов, чем будем заниматься. Вот, проведем, проведем этот момент. Я подумаю, кого взять. И я думаю, устроим. Не буду говорить датами. Уже давно есть такой момент, просто нету сейчас вопросов у меня. Точнее, вопросики. Чтобы не повторяться, надо же какие-то новые искать. Это непростое занятие, с учетом, что мы уже провели два шоу с огромным количеством вопросов. И сейчас найти будут новые. Но это надо будет на время. Поэтому ждем, ждем, ждем. Так, когда к Саниславу... Ой, это к Саниславу, кстати. У нас Санислав играет в... Ну, как бы, он любит очень сильно вселенную Вархаммера. К Саниславу я имею в виду... Ну, не имею в виду. Я думаю о том, что вопрос шел о Вархаммер Энд Таймс. Вот, в этой вселенной. Ну, как-то я смотрел, по просмотрам не зашло. Людям не очень понравилось. Делать ради трех человек. Ну, условно говоря, ради трех человека. Я понимаю, что народ будет. Но это не так интересно. Людям не очень нравится это. Я поэтому как-то не навязываю свою вот эту вот идею. То есть, как вот такое. И последний вопросик на сегодня. Будет ли стримы с Хмельником или видосы апгрейды твоего компа? Да, видосов-то и не будет, как бы, с апгрейдами. С Хмельником-то, понятно, будут. А вот по поводу апгрейдов моего компа... Да нет, а зачем? А что там? Я ничего не обновлял давно. Но единственное, что я вам обновлю, так это видеокарту в ближайшее время. Все. А мне, может, нечего обновлять. У меня, ну, ну, не прям, не офигенский, но работает. Углей накидать, и он будет вообще огонь просто летать. Просто, знаешь, как, 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 как это, как маршрутка. Как ласточка полетит у меня. Вот. Ну, все, будет все хорошо. Все, я ответил на все ваши вопросы. Огромное спасибо, ребята, что приходили. Не забываем подписаться на канал. Не забываем поставить под этим видосом лайк. Если вам сильно понравится эта рубрика, вы напишите какие-то ламповые комментарии. Понравилось, что не понравилось. Какие вопросы еще хотели бы узнать? Что вас интересует? Можете задавать это все в комментариях на ютубе. Я посмотрю, я ваши комментарии все читаю. Я иногда жалею о том, что я их читаю. Но иногда читаю, да. Вот. И надеюсь, что кому-то открылись глаза. Он теперь сидит. Господи, да он все ответил. Он умничка. В общем, я ответил на ваши все самые сокровенные вопросы. И теперь могу спокойнейшей душой уже готовиться к следующим стримам. Ну, и ждать от вас приятный комментарий. Все, ребятки, всем спасибо большое. Всем отличного настроения. Смотрите за стримами, смотрите по расписанию. И с вами будет хорошо и тепло, и лампово. Ну, а с вами был Ромаха. Всем питерский привет. Всем пока. Пока. Блин, где я ее выключить? А, вот нашел. Сука. Тот, кто не ушел, не нажимайте тут дизлайк. Не надо. Кнопки ошибся. Ладно, все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok